На оперативном совещании в правительстве региона с докладом о работе коммунального комплекса в условиях обильных осадков выступил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко. Он сообщил, что по оперативным данным больших сбоев в работе предприятий сферы ЖКХ не было. В селе Ягодное Ставропольского района, где произошли сбои в подаче воды, провели необходимые работы. Сейчас только два дома остаются без водоснабжения, сегодня эту проблему решат. С этим мы разбираемся, сегодня восстановят в этих домах и тема будет закрыта по воде. Больше сбоев по части коммунального ресурса не было. В губернии из-за непогоды временно закрыли 21 школьный маршрут, относящийся к 15 образовательным учреждениям. Об этом сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Губернатор поручил вместе с директорами учебных заведений и главами муниципальных образований разобраться в обоснованности мер, изучить возможность восстановления движения автобусов. Иван Иванович, вместе с муниципалитетами, по всем школьным маршрутам отдельно отработать, если надо помочь им, если сами не справляются. Но чтобы школьные маршруты все работали. В регионе из-за метелей ветра закрыли проезд на участках трасс М5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в направлении Саратова. Под Сызранью образовался затор. Больше груза и автомобили решено пропускать через Ульяновскую область. Об этом доложил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин. Он пояснил, что закрыли проезд на территории Ульяновской области. Но так как обход Сызрани заканчивается федеральной дорогой, весь транспорт скопился на территории Самарской области, на региональной трассе. Дмитрий Азаров поручил главе Минтранса держать ситуацию на контроле. По федеральным дорогам держите на контроле, вместе с коллегами отрабатывайтесь. Конечно же, это не должно коллапс устроить на территории региона. Нужно вместе с муниципальными образованиями, на территории которых ограничения вводятся, и на территории которых скапливается техника из-за введения ограничений на соседних субъектах Российской Федерации, нужно отработать и станции обогрева, и возможность подвоза горячей воды, чая, закусок. Погодные условия непростые. Федеральные ведомства и учреждения принимают решение о закрытии даже части дорог федеральных. Значит, мы должны быть готовы людей обеспечить. По итогам совещания губернатор поручил главу муниципалитетов держать вопрос с расчисткой дорог на личном контроле и координировать службы, а Министерству транспорта следить за ситуацией на федеральных трассах, где введено ограничение движения, чтобы водители не остались без помощи в снежном плену. Виктория Шарая, События.